Москва, театр на Таганке, старший сын. Какая связь, сейчас узнаете. Здравствуйте, с вами Мариана Мирная, вы смотрите программу Город Эс. В гостях у меня сегодня всячески титулованный театр студия Грань, город Новокоебышевск. Здравствуйте. Представлю гостей Данила Богомолов, актер театра, Юлия Бакурадзе, актриса театра и режиссер, художественный руководитель «Все в одном» Денис Бакурадзе. Здравствуйте, еще раз рассказывайте поскорее про Таганку, социальные сети пестрили, ну во всяком случае те, кто сидят за культурной жизнью области, видели эти статьи, материалы о поездке. Рассказывайте, что, с какими эскизами вы приехали, это спектакль «Старший сын», эскизы на спектакль «Старший сын». Кто принимал участие? Как это все было? И все-таки будет, да, в афише театра на Таганке этот спектакль? Значит, все началось с того, что Ирина Апексимова, придя и возглавить театр как директор театра, инициировала проект, который называется «Репетиции». Проект рассчитан, насколько я знаю, на сезон 15-16 год. Суть проекта заключается в том, что раз в месяц приглашаются 3-4 режиссера, которые набирают себе состав исполнителей из труппы театра на Таганке, предлагают материал, который они хотели бы поставить, и показывают эскиз на тот спектакль, который они заявляют. Ну вы давайте продолжайте рассказывать, а мы со зрителями посмотрим фотографии, потому что есть. Давайте. После того, как эскиз показывается после 8-дневных репетиций, то после обсуждения экспертного совета и зрителей принимается решение продолжать эту работу, вводить этот спектакль в репертуар или не вводить. Меня пригласила на этот проект Елена Георгиевна Груева, она со мной познакомилась, еще будучи экспертом на фестивале малых городов России, и пригласила меня в этот проект принять участие. После того, как поступило предложение, я, конечно, сомневался, потому что для меня это первый такой опыт режиссерской работы не в театре-студии «Грань», и я предложил спектакль «Старший сын» для того, чтобы попробовать его там осуществить. И в январе, с 9 по 19 января проходила четвертая лаборатория режиссерская. Я как раз делал с исполнителями вот этот эскиз спектакля, который был утвержден, и эксперты, зрители решили, что спектакль может получиться очень интересным, и им хотелось бы иметь его в репертуаре, в таком виде, в таком качестве, который я предложил. — Эскизы вот такие творческие, они вообще популярны среди актерского населения? Этим пользуются режиссеры? Или, ну, это вот такая именно лабораторная вещь? — Ну, это как бы лабораторная вещь. Но эскиз — это, знаете, когда сейчас... Мне так кажется, что на сегодняшний день очень трудно угадать сразу с режиссером, с материалом в этом огромном ритме времени, и поэтому театры, чтобы вкладывать деньги, они, конечно, делают такие, как зарисовки, ну, как карандашные наброски, да, для того, чтобы понять, нужно это сегодня или не нужно, потому что можно пойти в работу, а в результате может ничего не получиться. А здесь же идет обсуждение и состава, и опять эскизов, макетов до начала работы. И есть возможность еще все остановить или же продолжить. Да, и такие эскизы, они дают возможность увидеть состоятельность исполнительского состава, состоятельность режиссера, который будет, состоятельность материала, потому что не все предлагают классику, многие предлагают современную драматургию, которую никто не знает. И может быть, это интересно, может быть, это неинтересно. То есть возможность действительно выбрать то, что ты хочешь для репертуара своего театра — это у администрации есть такая возможность. И, конечно, режиссеру возможность заявить, отстоять свой замысел, свою идею, то, что ты хочешь сделать. Но ставить в Москве вы будете? Да. Когда вы туда едете? Мы ведем переговоры, чтобы это было где-то к концу 2016 года. Точных пока чисел мы не определяли. А вот актерский состав, который вот в этих репетициях принимал участие, это уже будет утвержденный или еще будет какая-то трансформация, выбор, кастинги? Так же, как и режиссер утверждает свой замысел, так же утверждается актерский состав. Посмотрели, что-то подошло, что-то не подошло, кто-то из исполнителей был на своем месте, кто-то нет. Сейчас это тоже все в стадии обсуждения, и чтобы все это уже точно утвердить, для этого вот и делается эскиз, чтобы уже в работу пойти полноценно, зная кто, что, когда, как и так далее. Юлия Данила, отпустите своего любимого режиссера и художественного руководителя на «Вольные хлеба» в Москву ставить спектакль? Посмотрим. Есть желание тоже поехать, может быть, посмотреть, как работают коллеги, или плотный график театра не позволит этого сделать? Есть большое желание. Нет, желание-то, конечно, да. Хотим посмотреть, как где-нибудь Сергеич работает. К нам приезжают. Вообще, вот такие творческие лаборатории, насколько они понятны, что они близки и интересны режиссерам, это понятно. Насчет актеров, нет ли такой какой-то, может быть, обиды, что, ну вот, эскизы делали-делали, репетировали-репетировали, а там спектакль не утвердили? Вот есть какой-то? Или это в любом случае чистой воды творчества? Не обязательно на лаборатории бывает тоже, когда актер репетирует роль, а потом его снимают или не утверждают. Это, ну, это, по-моему, обычный процесс в жизни театра. Что-то получается, что-то нет. Адортируется душа к этому? Потому что я знаю, что артисты, в принципе, ранимые достаточно люди и переживаются, да, наверное, такие вещи? Ну, конечно. А как? Как они переживают? Что, махнуть рукой или, ну, вот каким образом? Ну, каждый по-разному человек, это зависит еще от человека, наверное. Кто-то так переживает, кто-то по-другому, кто-то, наоборот, еще сильнее начинает работать, кто-то, наоборот, уходит в какую-то, там, не знаю, депрессию на неделю, я не знаю, по-разному, мне кажется. Хорошо, главное, чтобы вы не уходили в депрессию, продолжали работать. Приехали вы только что с очередной работы, да, буквально 10 часов назад, как вы мне рассказали, приехали. Вы откуда рассказываете, с какого очередного фестиваля, потому что фестивальная жизнь – это особенная жизнь для артистов, для театров. Где были, Юля? Мы были в Санкт-Петербурге, на Володинском фестивале «Пять вечеров». Пригласила нас Марина Юрьевна Дмитревская. Мы сыграли там Таню. Таню, вот, да, действительно, нужен большой фестивальный опыт, чтобы достойно привести спектакль, его отыграть. Большой опыт нужен, потому что публика совершенно другая, это как другая среда. То есть в Самаре она одна, даже в Новокуйбышевске совершенно другая. Это сейчас мы уже друг друга притерлись. Ну, мне так кажется. Уже мы начинаем находить общий язык со своим зрителем. Действительно, со своим, потому что приходят люди, которые уже нас неоднократно смотрят в одном и том же спектакле, или в разных совершенно. Они уже нас знают, кто-то не знает. Ну, все равно как-то дом есть дом. Приезжая из Питер или в Екатеринбург, в Москву, совершенно другая публика, абсолютно. Поэтому мы зависимы от них, так же, как они от нас, потому что диалог должен быть, он обязан состояться. Иначе спектакль идет в никуда. Такая опасность была. Принимали как в итоге? Каким оказался питерский зритель сегодня? Да, плохой зритель. Плохой зритель? Конечно. Нас лучше? Ну, они же, извините, конечно, что я так откровенно говорю. Ничего, ничего, у нас можно. Ну, как бы избалованные. Накушенные. Всяким разным. Ну, так удивляйте нас. У нас такие очень достаточно простые вещи происходят на сцене. Знаете, я, может быть, не соглашусь, что прям плохой зритель, он другой. Плохого зрителя не бывает. Ну, общие ощущения у меня сложилось такое. А как вы это понимаете, реакций было меньше, чем у нас на спектаклях? Меньше реагировали или меньше хлопали? Нет, они просто были безэмоциональны. Вот это вот самое страшное. Я не понимаю. Ну, не сказать, что вы уж прям совсем безэмоциональны. Нет. Потому что очень много хороших отзывов было. Очень много хороших положительных отзывов. Ну, это потом. Ну, а когда это должно быть? Что значит потом? Важно, когда ты играешь в спектакль. И вот этот вот контакт, который происходит здесь и сейчас, мне необходимо его чувствовать. Не только с партнером, но и со зрителем. Подожди, но ведь можно смотреть, слушать не только ярко проявляя эмоции. Ведь это можно и сдержанно смотреть, слушать и внутри. Можно. Ведь у зрителя... Ну, когда все 200 человек так слушают, становится страшно. У зрителя ведь... Ну, Юля просто очень категоричный человек, поэтому либо да, либо нет. И я хочу сказать, ведь не так сложно рассмешить зрителя, как сложно заставить его улыбнуться. Понимаешь, это сложнее. Улыбнуться... И я смотрел на зрительный зал, они очень многие сидели действительно с такой слегка пойманной улыбкой, и что-то внутри них происходило. Да, кто-то мимо кого-то это прошло, может быть, никак не затронув. Ну, это и здесь все бывает, это... Кто выбирал спектакль, который должен поехать на вот Володинский фестиваль? Это ваш был выбор, или вам сказали, что привезите такой-то спектакль? Это был выбор организаторов. Они посмотрели спектакль у нас на фестивале «Помост» в апреле 2015 года, и решили, что они хотели бы видеть его на фестивале. С тех пор как бы уже вели разговор о том, что мы будем принимать часть. Это выбор их организации. А есть ли вот этот момент, что спектакль попал в несколько номинаций «Золотой маски», и то, что фестиваль приглашает поиграть в театр, который... Понимаете, какое сечение обстоятельств? До. До, все было до. Не знали еще. То есть пригласили-то нас в апреле, после этого был фестиваль, после был в июне фестиваль «Малых городов России», где мы стали лауреатами вот этого фестиваля «Как лучше, так ли, малые формы». Это после уже приглашения. Понятно. И после уже результаты маски, что мы попали в номинацию, это все после. То есть спектакль тогда был, ну сколько он был от рождения? Четыре, пять месяцев, как он только появился. Он еще нигде, он первого фестиваля «Помост» был. Там вот его и увидели. Тяжело возить спектакли в другие города, особенно в дальние? Насчет костюмов, декораций. Везете ли вы со двоих гримеров-костюмеров? Или как у вас это происходит? Потому что, ну, все во всех театрах по-разному. Кто-то огромными фурами ездит, а кто-то в чемоданчике. У нас, да, два самолета в одном. Костюмеры и гримеры. Все как положено, фуры с костюмами, с декорациями. Все это у нас есть, все серьезно. Тяжелые монтировки до утра. У нас театр немножко такой... Специфический. Построен в том, что очень много делаем... Да все, делаем мы сами. Ну, а почему нет? То есть делаем мы сами. И это, наверное, есть такая особенность, что, конечно, есть, кто нам помогает, все. Но основной удар, конечно, приходится и на актеров, и на режиссера, и на директора театра, на всех. И, конечно, есть службы, которые помогают, но их совершенно немного. И, наверное, от этого есть возможность как-то все время хранить и любить то, что ты делаешь, не только выходя в качестве артиста, или как... Я поставил, и все, и дальше идет, да? А потому что ты все время в этом процессе, все время собираешь эти болтики и разбираешь эти болтики. Опять собираешь, и ты знаешь, как себя уже... Где резьба сорвана, где не сорвана, да? И ты вот эти нюансы, так же, как и в актерской профессии, в режиссерской, ты знаешь, где идет чуть-чуть провиск, где нет, где дотянуть, где слышно, где не слышно, где у тебя какая гаечка, как ведет. Это, наверное, составляющая общего вот этого механизма. Поэтому, конечно, декорациям везем все. Мы даже разработали такую технологию, что у нас и стены тоже театра выезжают вместе с нами. Да, вы что? Какое прелесть. Боковые стены, они тоже выезжают вместе с нами. Ну, вы чем это все везете-то? Вот в Питер это чем? Фурами? Да, да, да. Она, получается, чуть раньше, да? Да, да, да. На два дня уезжают декорации раньше, ну, смотря от расстояния, куда мы едем. А мы уже перемещаемся или на поезде, или на самолете, в зависимости от, или на лошадях, на чем можно договориться. Важно, чтобы была возможность адаптироваться к новой сцене. Где в Питере, да, на какой площадке вы выступали, и была ли возможность сродниться с этой сценой? Потому что сцены тоже разные, да, и какие-то определенные условия. Ну, хорошо, что вы свои стены еще приводите, да, наверное? Да, конечно, потому что сцены ограничивают пространство, они дают то пространство, которое у нас в театре. Играли мы в театре на Литейном, на Литейный переулок, и очень важно адаптироваться. Вот это как раз поэтому Юля и говорила о том, что нужен большой фестивальный опыт. Потому что одно дело, ты все время находишься, да, в своей кухне. Дома так играешь, потихонечку тебе хорошо. Когда все тебя любят, все тебя знают, да, приходят. А другое дело, ты меняешь просто, здесь даже не сколько любишь, а сколько, понимаете, изменилась высота. По-другому идет звук, по-другому идет подача. Изменилась глубина, ширина, да, и это все, конечно, прибавилось количество рядов, или убавилось количество рядов, да. Это все сказывается на... Ну, это как в футболе, когда команда приезжает, они же тоже привыкают к стадиону, и легче там было играть в команде. Но стадион все равно, они, по сути, одинаковых каких-то размеров должны делать, а по госту. Все равно же они привыкают. Они говорят, качество травы проверишь, качество льда, вот приезжают фокеисты, да, или фигурные косы. Мягкий лед, жесткий лед, для меня лед и лед, да, а у них есть своя специфика. Мягкий, жесткий, как при прыжке он себя ведет, пружинит он, не пружинит он, да. Даже элементарно, вот у нас на площадке, на нашей сцене в Грани, зритель очень к тебе близко. Меня это поначалу даже немножко смущало, потому что мне не хотелось, чтобы он так близко сидел и заглядывал мне в глаза. Чуть-чуть хотелось некой дистанции. Потом я к этому привыкла, стали выезжать, значит, на другие площадки, в другие города. И как-то мы в Рекен-Жюле играли в Театре нации после победы в Пятигорске, и зрители посадили там на 3-4 метра дальше. И вы все, а где мой зритель, да? Там спектакль, потому что строился, наверное. Какая трагедия была. Мы спектакли, понимаете, мы же в своем пространстве строим спектакли, и очень важно, когда мы застраиваем, мы понимаем, что мы хотим, да, от зрителя. И когда нам говорят, ну, немножко дальше, ну, аванс сцены разделяет, да, все, начинает рушиться. Вот этот вот контакт, на котором застроено очень многое, да, и поэтому мы, конечно, просим, чтобы у нас зритель был очень близко, чтобы он был практически внутри того действия, которое происходит. И не все театры это могут предоставить в силу технического обеспечения, да, и поэтому приходится приноравливаться, привыкать, пристраиваться. Как раз пробовать вот этот лед на жесткость, мягкость, и как звуки, голоса, музыка. Почему я еще говорю про плохого зрителя? Такое я немножко оговорилась. Ничего страшного. Ну, просто, как бы, когда актер уже открыт, ну, по возможности, как бы, если ты не будешь открыт, можешь не заниматься этой профессией. Вот этот, и ты так открываешься, а это не надо им. Вы думаете, это связано с менталитетом уже вот этого питерского зрителя? Абсолютно. Нет, это совершенно, я говорю, другое пространство, другая среда, они по-другому живут, у них другой ритм. Они по-другому, даже наш художник по свету Женя Леонидович Гансбург, он сказал, расскажи мне анекдот. Вот, ты увидела эмоции на моем лице? А я ведь смеялся. Вот так. Я говорю, ну, все понятно, вот это Питер. Слушайте, ну, вот когда приезжаешь на фестиваль, это же один-два дня, да, редко, когда остаешься на весь период фестиваля. У вас сейчас как-то получилось, что-то еще, может быть, коллег какие-то? Мне всегда интересно, вы же хотите смотреть на своих коллег из других городов, из других театров, но у вас очень редко получается такая возможность, правильно? Получилось только открытие. Мы приехали 6-го, и вечером как раз открытие, и по возможности, кто смог физически после этих перелетов, потому что, начиная монтировка впереди, да, надо понимать, что, да, можно сейчас все до 12 ночи расстраиваться, а до 6 утра тебя не хватит. И мне вот удалось побывать на спектакле Рыжакова, несовременный концерт, который он поставил со студентами школы студии МХАТ. Это было как раз открытие. Довольно-таки интересная, экспериментальная работа, да, а все, что дальше будет, мы уже уехали на следующий день, мы отыграли, следующий день был наш седьмой, восьмого мы уже в обед покинули Санкт-Петербург. Ну, фестиваль это большой труд, нежели чем некое... Ну, это получается, что в строго ограниченное время ты должен очень много отдать, успеть, и очень большие ресурсы затрачиваются. Ты приехал для того, чтобы показать спектакль, чтобы, и если смысла нет приезжать и плохо работать, нужно это сделать достойно, поэтому... Поначалу, когда там, ну, ой, как здорово, там, бывают такие моменты, ой, как хорошо, там, фестиваль... А потом уже вот это все наив, этот исчезает, ты понимаешь действительность, как бы. Я, например, когда приезжаю, я не смотрю спектакли, там, фестивальщиков перед тем, прежде чем, как мне играть. Я сначала отыграю, а потом уже... Потому что то впечатление первое, которое я увидела, оно перекрывает какие-то... Ну, оно... Как-то у меня немножко дисбаланс какой-то внутри у меня создается. Потому что было такое. Мы приехали на реальный театр в Екатеринбург к Алексею Семеновичу Лаевскому. И я пошла. Ну, как же на Бутусова-то не сходить? Пошла, посмотрела. Ну, просто, ну... Это была, ну, гениальная, конечно, работа. И вот, Добрый человек из Сезона посмотрели. Я Бутусова называю хирургом, он что-то делает невообразимое со зрителями. Я улетела просто. Потом... Благо, что, как бы, Добрый человек из Сезона и Стринберг, они... Как собрата. Как бы собрата, значит, и я еще не... Если бы мы Таню-Таню играли, я не знаю. Ну, то есть, ну, такая есть особенность у меня лично. Ну, у каждого своя... Кто-то спокойно смотрит, и... Я завидую таким артистам. Нельзя, как сказать, что это обязательно, да? Конечно, каждый сам настралливается. Вот так, какие итоги-то были подведены этого фестиваля, или они еще не подведены? А он еще идет. Он еще идет, да. Второй день мы были. Завтра день памяти Володина, Александра Моисеевича Володина, и они поедут... День рождения его, они поедут... У них там такая программа, естественно, они съездят и на кладбище возложат цветы, и они потом... У них дальше продолжаются читки дневные, обсуждения спектаклей, и вечером спектакль закрыт. Насколько я помню, по-моему, Дульсине и Табосской, да? Володинский материал, пьес. И тогда уже закрытие. То есть это только десятого, только завтра. Ну, то есть вы только вот там на днях узнаете, да, какие-то... А нет, у них же не конкурсные. Нет, нет, нет. Это не конкурсный фестиваль. Нам подарили потрясающую статуэтку Александра Володина. И она такая, как бы, немножко печальная, философская, сразу с двумя, очень авторская работа Ризо Габриадзе. И я считаю, это действительно очень такая... такой авторский знак этого фестиваля. И у этого фестиваля есть свое лицо. И это лицо прям действительно... Но экспертности, критики там были. Они были обсуждения, спектакли. Да, они не выставляют по ценам. Были критики, были эксперты, которые смотрели. Они не раздают места. Но есть возможность конструктивно поговорить о том, что мы показали, что они увидели. А у вас дипломы и награды, которые получают театр, они в театре где-то хранятся? Где-то в театре. Есть какое-то место? Склад. Есть. У нас просто есть дизайн, конечно, режиссерский, и туда это немножечко не вписывается, но мы... Что вписывается, то мы знаем. Мы в процессе, в общем, того, куда это нам как... Внедрить надо в театр, чтобы зрители... Но оно все в театре, оно все в театре находится. То есть это не пропадает никуда, это все. Важный опыт у нас был на этом фестивале, что мы сыграли два спектакля подряд. Да, кстати. Прямо сразу. Сорок минут перерыва. Сорок минут перерыва был. Это тяжело уже, да, наверное, и морально, и физически. И как раз все критики уже приходили как раз на второй спектакль. А это хуй, говорят, второй спектакль всегда проваленнее, чем первый. Нет, это второй, если после премьеры. Это не ко всем, да, относится? Нет, это имеется в виду не порядковая нумерация, а вот первый. Премьера, второй спектакль после премьеры. Это про него обычно идет речь, что он как бы такой бывает провален. Потому что на премьере ты все выдаешь... И то почему? Потому что ты все выдаешь, и у организма идет такой стресс-сброс. Сброс. И сброс, а тебе играть завтра, допустим, спектакль, да. И, конечно, поднять себя опять на вот эту волну. Драйв очень трудно. Ну, как бы второй вот... Ну, это опять-таки все очень индивидуально. Это, ну, есть закон, нет, кто-то роняет роль, садится, кто-то говорит, я не верю, да, это не обязательно, не сел, роль провалилась, да. Но есть какие-то приметы, есть какие-то особенности, есть правила, но есть и исключения. Поэтому все строится вот на... Не на том, что вот однозначно. Однозначности белого, черного вообще нет. Очень много оттенков. В театре «Студия Грань» есть свои какие-то традиции или приметы, которые исключительно к вашему театру имеют отношение, и вновь приходящему артисту, допустим, вы про них рассказываете? Да, есть, что все мы делаем сами. Все своими руками? Все делаем своими руками, все делаем сами, при помощи, но здесь особенность, что артисты, которые приходят, которые вместе с нами, мы все одной семьей, все вместе... Так вы умеете строгать, да? Нет, то, что касается каких-то изготовлений, декораций, это нет, это, конечно, дело. Имеется в виду то, что подготовка спектакля, монтировка, размонтировка, то есть вот основные вещи, да, убираем сами. То есть мы свое пространство организуем так, как нужно нам. Но зато вы его чувствуете, да, на сто процентов? Конечно, это есть вот такая наша особенность. Меньше двух минут у нас до конца эфира остается. Что дальше? Какой следующий фестиваль или куда театр дальше едет? Какие-то гастроли или новый фестиваль, потому что много вы ездите достаточно часто? Золотая маска. В марте. В марте вы едете. Какого числа вы играете? 16 марта мы играем на сцене Театра нации в Малом Зале, играем Таню-Таню в рамках фестиваля Золотая маска. А потом вот мы получили приглашение на фестиваль Малых городов России. Это уже летом? Да, это летом, конец мая, начало июня в городе Вольск, Саратовской области. Ну, я вас попрошу снять любительское видео, когда вы будете играть в театре в Москве на Золотой маске. Мы обязательно это покажем в нашем эфире, поздравим вас с выступлением, будем ждать результатов в апреле. 16 апреля, да, если ничего не путаю, подводят итоги фестиваля Золотая маска. И театру вашим желаем огромной удачи в ваших всех свершениях и начинаниях. Со зрителями прощаемся до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!